Департамент полиции Алматинской области На профилактический учет в течение нескольких дней во время проведения ОПМ-быт Стоп наркотик, стражи порядка пресекли очередной канал распространения наркотиков И ликвидировали организованную преступную группу Дети под защитой, полицейские организовали для трудных подростков экскурсии в музеи А теперь об этом и другом более подробнее В Алматинской области продолжается полицейская отработка быт Направленная на профилактику преступлений в сфере семейно-бытовых отношений В течение нескольких дней полицейскими выявлено и поставлено на профилактический учет 499 семейных агрессоров В отношении 326 лиц вынесены защитные предписания Судом установлены особые требования в отношении 45 дебоширов Из них 22 вынесен запрет на употребление спиртных напитков Выявлено также 33 неблагополучных семей и 95 зависимых от алкоголя граждан Полицейскими проверено около 2500 подучетных лиц Из которых около 900 наркоманов и свыше 230 наркозависимых В ходе отработки зарегистрировано 26 заявлений по фактам бытового насилия По каждому из которых приняты соответствующие меры Во время отработки стражи порядка раздали населению праворазъяснительные буклеты Проводили лекции и разъяснительные беседы в коллективах крупных предприятий Отдельных жертв семейного насилия стражи порядка приютили в специальном приюте для женщин и детей По-прежнему объектами преступных посягательств становятся транспортные средства Недавно на окраине Талдыкургана был задержан 33-летний житель Коксусского района Мужчина находился за рулем автомашины Ниссан Цефира И по результатам медицинского свидетельствования оказался в средней степени алкогольного пьянения У задержанного не оказалось при себе каких-либо документов В связи с чем его поместили в медвотрезвителя машину отправили на штрафстоянку На следующее утро в полицию обратился 58-летний Талдыкурганец Заявивший об угоне автомашины той же марки и теми же госномерами Подозреваемому грозит уголовное наказание до двух лет лишения свободы В целом с начала года в регионе зарегистрировано 138 фактов угона автомашин 95 автомобилей удалось отыскать и возвратить законным владельцам Задержаны и привлечены к уголовной ответственности 84 автоугольщика Если ты сильный духом и телом Если ты готов бороться с несправедливостью Если ты желаешь защищать правопорядок Если ты не можешь пройти мимо чужой боли Займи достойное место в наших рядах Наркополицейские продолжают свою борьбу с транзитом и распространением наркотических и психотропных веществ В Талдыкургане оперативниками управления по борьбе с наркобизнесом проведена спецоперация По результатам которой из незаконного оборота изъята крупная партия наркотиков На окраине города полицейские остановили БМВ под управлением 37-летнего местного жителя Подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств В салоне автомашины стражи порядка обнаружили и изъяли около 1 кг гашиша Подозреваемый мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности Чуть позднее во время санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого Было также обнаружено и изъято более 2 кг гашиша и около 6 кг марихуаны Общий вес изъятых наркотиков составил почти 9 кг Специальные мероприятия по задержанию наркоторговцев произведены в конце июля в городах Текили и Талдыкурган Во-первых, мероприятия по разработке преступной группы, то есть выявления главаря и его подопечных А также точек сбыта наркотиков проводилось около двух месяцев В итоге удалось установить всю цепочку доставки наркотиков в регион И задержать трех подозреваемых, содержащихся сейчас под стражей Все трое наркоторговцев задержаны с поличным при избытии гашиша и марихуаны Общий вес изъятых у преступной группы наркотиков составил более 10 кг С начала года в регионе задержанные привлечено к ответственности свыше 50 наркоторговцев Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотиков уже превысил 360 кг Среди них героин гашиша и марихуана Только за четыре дня проводимые отработки правопорядок в регионе изъято около 9,5 кг различных наркотиков Подозреваемые в сбытии наркотиков лица задержаны в городах Саркан, Илийском и Корсайском районах Одному из задержанных помимо сбыта также инкриминируется культивирование наркосодержащих растений Полицейские раскрыли факт разбоя на Талдыкурганский автоломбард Трое подозреваемых в преступлении задержаны и помещены под стражу 24 июля на канал 102 от Талдыкурганской полиции поступило сообщение о вооруженном налете на один из городских автоломбардов По прибытию на место происшествия выяснилось, что трое неизвестных в медицинских масках, угрожая ножом, связали работника ломбарда и похитили из кассы 7 миллионов тенге На раскрытие тяжкого преступления были брошены все самые опытные сыщики из числа городской полиции К которым также подключились сотрудники оперативных подразделений областного департамента В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить, что разбойный налет совершен жителями Алматы Трое подозреваемых, а это молодые парни, 91-98 годов рождения, были оперативно задержаны По месту жительства одного из задержанных изъята часть похищенных денег, которые приобщены к материалам досудебного исследования в качестве вещественных доказательств Следственным отделом было возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 192 часть 4, то есть разбой В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые лица, которые водворены в изолятор временного содержания На территории края ЖТСУ полицейские в рамках отработки «Безопасная дорога» активизировали выявление грубых нарушений ПДД среди водителей и пешеходов Контроль автодорог как республиканского, так и местного значения в регионе продолжается на постоянной основе И наиболее частыми нарушениями, допускаемых водителем автотранспортных средств, является несоблюдение скоростного режима, которых за 6 месяцев выявлено 11 520 фактов Превышение скорости, выезд на встречную полосу движения достаточно часто становится причиной ДТП За июль на автодорогах региона зарегистрировано 95 дорожных происшествий, в которых погибло 43 и травмировано 140 человек Проводимые отработки, направленные в первую очередь на стабилизацию состояния аварийности, задействованы сотрудники практически всех полицейских подразделений И водителям не лишний напомнить старую прописную истину о том, что дорога никогда не прощает ошибок Очередной трагический пример произошел буквально на днях 13 августа около 8 часов Автомашина Мазда 626 под управлением 29-летней женщины, следуя по автодороге Алматы-Бишкек, на 84-м километре совершила столкновение с грузовой автомашиной «Шахман» В результате ДТП водитель легковой автомашины и четверо ее пассажиров от полученных травм скончались на месте происшествия И еще трое с различными телесными повреждениями госпитализированы в больницу Жамбулского района ДТП с участием автомашин, Мазды и грузовика произошло на 84-м километре автодороги Алматы-Бишкек В результате дорожной аварии на месте происшествия погибли 5 человек Еще трое госпитализированы в ближайшую больницу По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование Предусмотренное статьей 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан Которое находится в производстве областного следственного управления Не оставляют без профилактики и периферии К примеру, в Ескельдинском РОП созданы мобильные группы по выявлению различных правонарушений касательно линии дорожной безопасности То есть выявляют нелегальных перевозчиков-пассажиров, нарушающих правила ПДД водителей, переходящих дорогу в неположенных местах пешеходов Также отмечается, что в текущем году на территории Ескельдинского района зарегистрировано 62 дорожно-транспортных происшествия В которых 7 человек погибли и пострадали более 30 Полиция региона призывает граждан соблюдать правила дорожного движения Вне зависимости от того, находитесь ли вы за рулем транспортного средства или являетесь пешеходом Внимание! Скажите, господа! Вы не хотите, чтоб пришла беда? Тогда мы просим, просто не спешите Езжайте тише, жизни дорожите Мы сделали анализ, убедились Все по халатности аварии случились Один на скорости запрет не соблюдал Другой неправильно автобус обогнал А третий вылетел навстречу В итоге машины с трупами остались на дороге Когда же вы, лихачи, дорог поймете Что отвечаете за всех, кого везете Не отвлекайтесь, за рулем не спите Ведь жизнь одна, и вы ее цените Наш долг создать условия для вас И приходили мы на помощь к вам не раз Застрявших на пути своем встречая Вытаскивали, грели, выручали Мы вас от беспределов защищаем Преступников и хамов измеряем И чтоб не дать им волю прочую На вызовы спешим и днем, и ночью Нарушили? Придется отвечать Не надо умничать, ругаться и кричать Учите правила, их строго соблюдайте И всем водителям в дороге помогать Тогда минует вас ненужная беда Дорога будет чиста и добра И воссияет вам зеленый свет На жизненной дороге много лет Уважаемые водители Грамот, осознанных действий И дисциплинированности Зависит от жизни пешеходов И всех участников дорожного движения С заботой о детях В городе Талдыкурган проведено Оперативно-профилактическое мероприятие Подросток, целью которого является Предупреждение и профилактика Подростковой преступности Проверяются места скопления молодежи Развлекательных заведений А также выявляются факты продажи Несовершеннолетним алкогольных напитков И табачных изделий В ходе данного мероприятия Сотрудниками ювенальной полиции Детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Находящимся в центре адаптации Для несовершеннолетних Расположенного в городе Талдыкурган Была организована экскурсия В музее департамента полиции Алматинской области Ребятам был показан Боевой славный путь Сотрудников органов внутренних дел Жит-Исусского края Дети с интересом Ознакомились с экспонатами музея Особенно их заинтересовала Коллекция боевых наград и оружия Которым были раньше вооружены милиционеры Ребята были очень увлечены Рассказом директора музея Мадины Балсамбековой Их интересовали подвиги ветеранов милиции А в глазах был неподдельный интерес И уважение к людям в погонах Затем ребята посетили краеведческий музей Где они ознакомились с историей родного края Для них это было все впервые Особенно их заинтересовали подвиги Казахских батыров Которые защищали нашу землю От набегов иноземцев В завершении данного мероприятия Ребятам от управления полицией Города Талдыкурган Были вручены детские игрушки Книги и наборы письменных принадлежностей Дети от души выразили свою благодарность За столь приятно проведенный день И попросили сфотографироваться на память Как заверили нас полицейские города Это не одноразовая акция На этом очередной выпуск программы Полицейская служба подошла к своему завершению Будьте бдительны и помните Что только сообща мы сможем навести общественный порядок Но если с вами что-то произошло Либо вы стали очевидцем правонарушения Либо преступления Незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 Либо по номерам телефонов соседского присмотра Вашего региона Ну а если у вас есть вопросы по работе полиции Присылайте их на наши электронные адреса Которые сейчас видите на своих телевизионных экранах До следующих встреч в эфире телеканал ЖТСУ Василий Субтитры создавал DimaTorzok